А есть у вас пациенты, которых вы ведете десятки? Конечно, конечно. Люди живут полноценной жизнью. Именно качественная и полноценная жизнь, а еще профилактика тяжелых осложнений и умения помочь самому себе в экстренной ситуации. В Винновской взрослой поликлинике открыла свои двери школа диабета. Это заболевание считается очень коварным и статистика по нему неутешительная. Количество пациентов, у которых впервые выявлен сахарный диабет, увеличивается ежегодно на 250-260 человек. Сегодня в районе на учете у нас состоят более 4 тысяч человек, страдающих сахарным диабетом. На самом деле школа существует до счета с 2004 года, но своего кабинета не было. Сейчас же выделено отдельное помещение. Плюс закупили современную технику, приборы, тренажеры, методическую литературу. Финансовую часть на себя взяла торгово-промышленная палата. Со временем пандемии отношение к врачам у нас очень сильно поменялось. Мы все стали понимать, что врачи для нас очень важны, как люди, которые занимаются нашим здоровьем. Но особенно, когда речь заходит о детях, которые тоже болеют сахарным диабетом, в этом смысле вдвойне захотелось помочь. Первый урок в роли учеников – люди с сахарным диабетом. Диагноз с ними долгие годы. Казалось бы, они знают о диабете все, но медицина постоянно идет вперед. Лидия Жабина после перенесенного год назад коронавируса почувствовала сильное ухудшение. Очень увеличился сахар, никак не могу сбросить. До 9 дошел больше. И очень зрение упало сильно. И поэтому я пришла, думаю, что-нибудь новенькое может быть в связи с этим заболеванием, ковидом. Какие-то есть способы лечения, другие, новые что-то. Врачи-эндокринологи отмечают, что на приеме не всегда хватает времени досконально все объяснить пациентам о болезни. И, конечно, для диабетика жизненно важно правильно и вовремя измерять уровень глюкозы в крови. Информация о сахарном диабете, она все время возобновляется. И появляются новые препараты, новые техники, инъекции и так далее. Поэтому мы советуем пациентам один раз в год проходить школу с сахарным диабетом. Занятия в школе сахарного диабета проводятся два раза в неделю – по понедельникам и средам в 4 часа дня. Общий цикл – 2,5 недели. Группы небольшие – 6-8 человек, так что без внимания никто не останется. Кроме того, в ближайших планах – открытие подобных школ по кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии, а также остеопорозу. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.